Здарова! Я нахожусь на версии Public Beta 12.0. В этой версии разработчики решили глобально изменить админ панель. И она кардинально отличается от панелей предыдущих версий. Давайте же начнем ее разбор. Давайте сразу откроем настройки админ панели, нажав на шестеренку. Теперь в этой версии админ панели можно настраивать прозрачность, цвет, ссылка на сайт, где можно подобрать какой-то цвет, который вам нравится, я оставлю в описании. Если что, это единственный сайт, который я нашел, где показывается RGB в процентах. Также разработчики добавили подсказки и при наведении на настройку, отображается ее пояснение, пока не переведенное. И также можно настроить эти подсказки. Первое это время всплывания подсказки, то есть поставлю максимально и надо ждать долгое время, чтобы они отображались. Второе это время скрывания подсказки, то есть поставлю тоже минимально и будет максимально пропадать. А если я поставлю чуть больше, то пропадать будет 3 секунды. Вот. Ну а третье говорит о том, что это время того, как часто будут отправляться сетевые сообщения. Также этот параметр влияет на тикеты раунда и таймер событий. Я не совсем понял, о каких сетевых сообщениях идет речь, но лучше оставить по дефолту. Справа также есть 4 кнопки для переключения вспомогательных элементов. Первая кнопка это переключение подсказок, то есть будут ли они отображаться. Вторая это предложение команд в текстовой панели. То есть тут как в поисковике вам будут предлагаться команды, которые существуют в игре. Третье это временные отметки в консоли, то есть я включаю, что-нибудь пишу и у меня появляются временные отметки. Кому надо, это может быть очень полезно. Ну и последнее это сможете ли вы перемещаться, пока находитесь в админке. Довольно полезно. Теперь перейдем к самой панели. В списке игроков теперь можно искать по фильтру. Я пока не разобрался как, но тут можно выбрать фильтр и включить или выключить его. В текстовой админ панели, как и в бродкаст, появилась кнопка RT, которая либо включает при просмотр текста, либо выключает. То есть как это работает. Я пишу какой-нибудь код, то есть color равно red, допустим, и какой-нибудь текст. Вот. У меня не отображается то, что я написал color равно red, потому что у меня включено RT. Если я выключаю, то я могу просматривать то, что я написал. А если я включаю RT, то у меня отображается только предпросмотр, как это будет выглядеть, если я отправлю. Ну и теперь перейдем к основной админ панели. Первая это вкладка Welcome. Тут, как обычно, краткий гайд. Они его, кстати, тоже поменяли. Но тут ничего интересного. Request Data. Тут почти ничего не изменилось. Также можно узнать информацию об игроке. Его IP. И его QR-код. Также появилась кнопка External Lookup. Я предполагаю, что она настраивается через конфиги сервера, чтобы можно было получать какие-то данные с датабазы сервера. Третья вкладка это Role Management. Теперь выглядит иначе. Появились иконки персонажей. Убрали, кстати, разновидность собак. И поменяли цвет обучения на розовый. И при появлении за этот класс вы спаунитесь на том же месте. Это очень неудобно. Так что, я думаю, появятся плагины на то, чтобы обучение появлялось также в башне. Четвертая вкладка это Inventory. В этой вкладке появилось больше кнопок. И теперь помимо выдачи предмета, может также забрать конкретный предмет. Давайте я себе выдам ФСП. И аптечку. И хочу забрать у себя ФСП. Я нажимаю Remove Items. И у меня забирается именно ФСП. Могу забрать аптечку. Выдать мячик. И также связать и развязать себя. Но, опять же, предметы не выпадают. Я не знаю, когда разрабы будут это фиксить. И также теперь не обязательно вводить Clear в текст в админ панель. Как это раньше надо было. Clear и Player ID. Теперь можно очищать любые предметы при помощи одной кнопки. Выдаю себе вот предметы. И нажимаю Clear Inventory. Все. Следующая вкладка. Status Effects. Status Effects тоже потерпел значительные изменения. Добавили новые эффекты. Время, на которые надо выдать. И силу. Давайте выдам себе скорость на 15 секунд. Давайте я выдам скорость себе на 15 секунд с силой 100. Я теперь бегаю намного быстрее. И продлится этот эффект 15 секунд. Максимальное значение силы это 255. То есть нельзя выдать себе 300, 400, 500 и так далее. Снизу есть кнопки. Очистить все эффекты игроку. И очистить значения в эффектах. Moderation. Все наказания для игроков теперь сделали в одной вкладке. Что довольно удобно. Также можно указывать время и причину бана. Настроить пресет для быстрых банов через конфиги сервера. И замутить или размутить игрока в интеркоме или в обычном чате. Также появились иконки соответствующих опций. Administration. Здесь особо ничего не изменилось за исключением иконок и выдачу хп не через консоль, а введя значение вот в этой строке. Kill status. Можно установить значение, которое вы указали в этой строке. Или похилить на это самое значение. Фичу, чтобы отнять это количество, разраб почему-то решили не добавлять. Следующая вкладка Broadcast. Также изменили, добавили возможность устанавливать жирность, скривление, подчеркивание и зачеркивание текста. И, что немаловажно, также перенос строки. Вот так. Clear Input очищает вот эту строку. А Clear Broadcast очищает все надписи сверху и их очередь. А для отправки SendPrivatly отправить выбранным игрокам. А SendTual отправить всем игрокам. Round Events. Тоже есть изменения, а именно Decontinimation. Это управление обеззараживанием в Light Zone. Enable включает. Disable выключает. А Force запускает обеззараживание моментально. И выключить его уже не получится. Вот так вот примерно работает остановка таймера в Light Zone и возобновление. А вот так вот работает запуск обеззараживания. И также сделали блокировку боеголовки. То есть нельзя будет активировать или дезактивировать, если она уже запущена. И еще сюда перенесли настройку Friendly Fire и Spawn Protect. Friendly Fire не позволяет тимкилить. Ну а Spawn Protect ненадолгое время защищает МТФ и Хауситов от смерти. Map Control. Это управление дверями. И для дверей теперь можно использовать вот такие фильтры по зонам. Ну в основном это будет, я думаю, использоваться для новичков. Кстати, если вы поставите фильтр зоны и в ней захотите, допустим, заблокировать все двери, то они все равно заблокируются во всем комплексе, а не в конкретной зоне. Ну и последнее это новая вкладка кассе. В 11.0 разрабы перенесли бродкаст в панель, а в 12.0 теперь и кассе. Сразу скажу, что создавать прикольные касси теперь можно намного легче. Давайте пройдемся по всем фичам, доступные в этой вкладке. Сверху есть кнопки со всеми звуками, цифрами, буквами и словами, которые можно произнести в кассе. Ниже можно пролистать этот список и вернуться на первую страницу. Если в строке написать, например, слово, которое он сказать не может, оно будет гореть красным и не произнесется. Clear Input очищает строку. Send Silency отправляет кассе без оповещения. Send Witch Alarm с оповещением. Clear Cassie очищает воспроизведение кассе. Эта кнопка копирует строку в буфер обменом. А эта кнопка воспроизводит кассе только для вас. Тут можно добавить изменения в голосе кассе и ползунки, чтобы изменять опцию изменения голоса кассе. Pitch изменяет высоту. Gem добавляет заикание. Первый ползунок – это количество заиканий. Чем меньшее значение, тем их больше. ХЗ почему так? А второй ползунок – это задержка между ними. Yield – это пауза между словами. Количество в секундах. И еще с этой паузой я нашел баг. Если поставить, например, 60 секунд и в этом промежутке очистить кассе, после этого сразу запустить другой, то звук не начнется, пока пауза с предыдущего кассе не пройдет. Это вроде как все изменения админ панели. Надеюсь, помог. Если будут вопросы, задавайте их комменты или влез с дискордом. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok